Омуамуа Этот небесный гость путешествовал миллионы лет, чтобы достичь нашего маленького уголка Вселенной. Он нес с собой секреты далеких звезд и обещания новых открытий. История Омуамуа началась в октябре 2017 года. Астрономы обсерватории Халиакала на Гавайях сделали удивительное открытие. С помощью мощного телескопа Panstar S1 они обнаружили слабый, быстро движущийся объект в ночном небе. Сначала они подумали, что это типичный астероид. Однако, отслеживая его движение, они поняли, что это что-то необычное. Его траектория и скорость не были похожи ни на что, виденные ими ранее. Этот объект не был связан с нашим Солнцем. Это был путешественник из межзвездного пространства. Необычные характеристики Омуамуа отличали его от любого объекта, когда-либо наблюдаемого в нашей Солнечной системе. Этот межзвездный странник привлек внимание ученых по всему миру. Самой поразительной его особенностью была форма. Омуамуа имел форму, которая не встречается среди известных нам небесных тел. Он был невероятно вытянутым, напоминая гигантскую сигару или космическую иглу. Это вызвало множество вопросов о его происхождении и природе. Еще более странным было его движение. Омуамуа двигался по траектории, которая не соответствовала обычным орбитам объектов в нашей Солнечной системе. Омуамуа не просто двигался быстро, он ускорялся. Это ускорение было неожиданным и необъяснимым. Это ускорение нельзя было объяснить только гравитацией Солнца. Ученые ломали голову над тем, что могло вызвать такое поведение. Это говорило о том, что что-то еще толкает или тянет объект. Возможно, это были неизвестные силы или процессы. Кроме того, Омуамуа не оставлял за собой хвоста из газа и пыли, как это делают кометы, что добавляло загадочности. Это отсутствие хвоста ставило под сомнение его кометное происхождение и вызывало еще больше вопросов. Научное сообщество бурлило теориями о том, чем может быть Омуамуа, был ли это комета, астероид или что-то совершенно иное. Его необычная форма и отсутствие видимого хвоста затрудняли классификацию. Некоторые ученые предполагали, что Омуамуа был фрагментом более крупного объекта, который был разрушен. Другие полагали, что это был водородный айсберг, кусок замороженного водорода, который сублимировался при приближении к Солнцу, вызывая его ускорение. Однако ни одна из этих теорий не могла полностью объяснить все странные свойства Омуамуа. Несмотря на все наши усилия, Омуамуа остается загадкой. Он двигался слишком быстро, чтобы мы могли как следует его рассмотреть. К тому времени, как мы его обнаружили, он уже направлялся прочь из нашей Солнечной системы, исчезая во тьме, откуда пришел. Мы могли наблюдать его только короткое время, и собранные нами данные были ограничены. Однако этот краткий миг зажег наше воображение и вдохновил нас на поиск других межзвездных гостей. Открытие Омуамуа имеет глубокие последствия. Это межзвездный объект, который впервые был замечен в нашей Солнечной системе в 2017 году. Оно говорит нам о том, что наша Солнечная система не одинока. Вокруг нас существуют другие звездные системы, которые также могут содержать планеты. Существуют и другие планетные системы, которые могут быть столь же сложными и разнообразными, как и наша собственная. И они выбрасывают объекты в межзвездное пространство. Эти объекты могут путешествовать на огромные расстояния, пересекая световые годы. Некоторые из этих объектов, такие как Омуамуа, могут в конечном итоге найти свой путь к нашему космическому порогу. Это напоминает нам о том, как мало мы знаем о космосе. Омуамуа похож на послание в бутылке с далекого берега. Он пришел издалека, чтобы рассказать нам свою историю. Он несет с собой ключи к разгадке образования и эволюции других планетных систем, предоставляя нам уникальную возможность изучить их. А также намекает на невероятное разнообразие объектов, которые могут существовать в бескрайних просторах космоса. Это открытие вдохновляет нас продолжать исследовать и искать ответы на великие космические загадки. Ученые стремятся узнать больше о том, откуда взялся Омуамуа и из чего он состоит. Они используют ограниченные данные, которые у нас есть, чтобы проследить его траекторию назад в пространстве и определить его возможное происхождение. Некоторые исследования показывают, что Омуамуа мог произойти из близлежащей звездной системы в созвездии Киля или Голубя. Другие предполагают, что он мог блуждать по галактике миллиарды лет, прежде чем столкнуться с нашим Солнцем. Образование планетных систем — это, скажем так, хаотичный процесс. В этом космическом хаосе звезды рождаются из огромных облаков газа и пыли, которые сжимаются под действием гравитации. Планеты формируются из дисков газа и пыли, окружающих молодые звезды. Эти диски, называемые протопланетными, являются местом рождения планет. По мере роста этих планет они взаимодействуют друг с другом гравитационно, изменяя свои орбиты и создавая сложные танцы в космосе. Часто рассеивая более мелкие объекты, подобные Омуамуа, за пределы своих систем. Эти объекты могут быть выброшены с огромной скоростью. Эти выброшенные объекты становятся межзвездными путешественниками, отправляясь в долгие путешествия через космос. Выброшенными в Млечный Путь, чтобы блуждать миллионы или даже миллиарды лет, исследуя просторы нашей галактики, прежде чем столкнуться с другой звездной системой. Эти встречи могут привести к новым открытиям и изменениям в этих системах. Путешествие Омуамуа через нашу Солнечную систему позволяет заглянуть в эту космическую бильярдную. Это напоминает нам о том, как динамичен и непредсказуем наш космос. Хотя научное сообщество сходится во мнении, что Омуамуа – это природный объект, его необычные характеристики вызвали предположения о возможном искусственном происхождении. Некоторые ученые, например, Ави Лоэб из Гарвардского университета, утверждают, что его своеобразная форма и ускорение могут соответствовать световому парусу, типу космического аппарата, движимого солнечным светом. Однако экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, и в настоящее время нет доказательств того, что Омуамуа – это что-то кроме природного объекта. Открытие Омуамуа знаменует собой новую эру в астрономии. Это первый подтвержденный объект из другой звездной системы, посетивший нашу собственную, и он предоставляет нам уникальную возможность изучить строительные блоки планет вокруг других звезд. Изучая Омуамуа и другие подобные ему межзвездные объекты, мы можем больше узнать о разнообразии планетных систем в нашей галактике и глубже понять наше собственное место в космосе. Открытие Омуамуа стимулировало разработку новых телескопов и программ наблюдения, предназначенных для поиска новых межзвездных гостей. Ученые стремятся обнаруживать эти объекты на более ранних этапах их путешествий и изучать их более подробно. Ожидается, что обсерватория Веры Рубин, строящаяся в настоящее время в Чили, произведет революцию в нашем понимании Солнечной системы и за ее пределами. Предполагается, что благодаря широкому полю зрения и высокой чувствительности она будет ежегодно обнаруживать сотни межзвездных объектов, подобных Омуамуа. Визит Омуамуа – это напоминание о том, что наша Солнечная система не изолирована. Она является частью обширной и взаимосвязанной галактической экосистемы. По мере того, как мы продолжаем исследовать космос, мы, вероятно, будем сталкиваться с новыми межзвездными объектами, каждый из которых будет нести свою собственную историю. В будущем мы, возможно, даже сможем отправлять космические аппараты на перехват этих межзвездных гостей, собирая образцы и отправляя обратно данные, которые могут революционизировать наше понимание Вселенной. Путешествие Омуамуа через нашу Солнечную систему – это отрезвляющее напоминание о необъятности и загадочности Вселенной. Это напоминание о том, что мы являемся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами, и что там, вдали, еще так много всего предстоит исследовать и открыть. Продолжая раздвигать границы науки и техники, мы можем с нетерпением ожидать новых невероятных открытий, которые углубят наше понимание космоса и нашего места в нем.